Всем привет! Знаете, что я сейчас буду делать? Я буду заполнять свой альбом. Он у меня заполнен только наполовину. Я уже показывала вам, как он выглядит в заполненном виде. И вот осталось еще вот столько вот пустого места, которое мне обязательно нужно заполнить, потому что я не люблю недоделки. И я уже распечатала вот такую стопку фотографий, которые сейчас разместятся в этом альбоме. Я сейчас отрезаю все лишнее. Вот он. Это такой немножечко длительный процесс. Монотонный. Поэтому я сейчас себе включу какое-нибудь интересное видео и подрежу всю вот эту вот пачку фотографий. Как видите, у меня тут совершенно разные размеры. Я печатала сразу уже фото того размера, которое я хочу видеть у себя в альбоме. И вот я все распечатаю. И вот я уже все подрежу и перейду тогда в процессу вклеивания фото. Ну что ж, фотографии все подрезаны. А теперь буду приклеивать их на свои места. И вот я повклеивала фотографии, которые будут у меня находиться в моем альбоме. Осталось у меня место для журналинга, которым я сейчас займусь. И могу сказать сразу, что с фотографиями, конечно, альбом выглядит уже совершенно по-другому, более наполненным, содержательным. Но мне так нравится, как альбом преображается на различных стадиях заполнения. Так интересно за этим наблюдать. Ну, прежде чем заняться журналингом, я хочу сделать одну вещь. Я привезла с собой из отпуска вот такие вот засушенные цветочки. Я их прям положила в блокнот. Они засохли и приобрели такой вид. И хочу вложить их в свой альбом. Для этого я подготовила карточки. Вот эту я вообще вырезала из бумаги, из листика от фабрики Декору. Это у меня карточка была. Это по-моему, скрабберис или что-то такое. Я подобрала их для своих вот этих вот растений. И хочу пока вот таким вот образом расположить свои цветочки на них. Буду приклеивать их на карточки я с помощью медиума прозрачного. Он не глянцевый, обычный медиум, не блестящий. Ну, если вам нравится, можно это делать и глянцевым, конечно, медиумом. Сейчас я отдельно сначала промажу карточки медиумом. Потом положу туда свои засушенные цветочки и сверху еще их покрою также этим же медиумом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, ожидаемо, потому что после медиума у меня повело мои карточки, конечно же. Сейчас я приклею украшалки на обратную сторону. Я, как бы, была готова, что мои карточки поведет. Но у меня есть еще цветочек засушенный, и я хочу попробовать его немножко еще другим способом сохранить. потом уже на будущее буду знать, как, что лучше использовать. Как нагревается мой фьюз, с которым я буду теперь запаивать свои карточки, я хочу попробовать засушенный цветок приклеить просто клеем. Как бы, медиумом, конечно, более надежно, и он покрывает с обоих сторон сухоцвет, но, конечно, очень сильно ведет бумагу. Это логично. И я попробую вот просто, пока клеим от фабрики декору, сделать еще одну такую карточку, и мне интересно, как будет это все себя вести в жизни. Потому что, если он будет хорошо храниться, то вот такой способ гораздо более интересен мне. Потому как ничего нигде не ведет, и все смотрится достаточно аккуратно. Так, мой фьюз достаточно уже нагрелся. Ему нужно греться долго. Если вы им пользуетесь, и он у вас плохо скрепляет файлы, то обратите на это внимание. значит, вы недостаточно хорошо его прогреваете. Потому что у меня так тоже раньше было. Я положила свою карточку в обычный абсолютно файлик. И хочу теперь запечатать ее со всех сторон. И вот такая вот карточка у меня получилась. Я даже скруглила углы. Я использовала вот этот вот скругленный край своей линейки, провела фьюзом и обрезала. Вот так вот у меня получилось. Мне кажется, достаточно интересно. Теперь я еще положу это под пресс. Где-то до завтра. И надеюсь, что она даже выровняется больше. В принципе, она уже более-менее такая ровненькая. Но еще полежать под прессом этой карточке не помешает. Конечно, у меня карточка более погнутая получилась, потому что я ничего не приклеивала на эту сторону. Но тоже сейчас пойдет под пресс. И сделаю третью карточку и закончу уже с своими цветочками. Я решила все-таки сверху покрыть клеем цветочек. Так, иглу, чтобы образовалась защитная пленка. Потому что я хочу сюда добавить еще пайетки. Но они будут тереться друг от друга, и о поверхности, и о цветок. И мне кажется, что цветок повредится очень быстро. Поэтому я добавляю клей пока. Не могу это делать на камеру. Очень неудобно. Мне надо хорошенечко все смотреть, куда я что клею. Поэтому покажу вам уже, что получилось. Вот я запаяла с трех сторон эту свою карточку. Теперь хочу насыпать немножечко топпинга, сделать что-то в виде шейкера и запаяю четвертую сторону. так интересно получилось. с микробисертом пересыпается. А вот эти вот кружочки они немножечко вот поприлипали к самой пленке и такие более-менее статичные, но разбросаны по всей поверхности. Смотрится это очень интересно. Мне нравится, как получилось. И вот я распечатала журналинг, который мне нужно разместить в альбоме. Сейчас я разрежу на нужные мне части его и буду вклеивать. Вклеиваю после того, как весь журналинг приклеен, все оставшиеся места я заполняю скраб бумагой. Для этой цели я использую обрезки или от этой коллекции или от других коллекций. Восемь все, что у меня есть. И таким образом делаю полностью заполненные теги. ну что, теперь я приступаю к самому интересному. Это к заключительному декору. У меня, конечно же, уже в альбоме есть кое-какой декор, но хочется расставить еще немножечко акцентов. И я думаю, что это самое интересное, когда уже видишь готовый результат. декору. Декору. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И я закончила работу над этим своим альбомом И давайте быстренько покажу, как у меня смотрятся теперь те мои части, которые я декорировала Как видите, я добавила декора совсем чуть-чуть, но таким образом альбом имеет уже законченный вид и мне теперь все-все нравится Очень понравилось сделать вот такие вот карточки прозрачные с шейкером и со всем остальным И видите, я приклеивала сюда цветок обычным клеем, не медиумом, и он замечательно держится То есть, в принципе, можно клеить и обычным клеем, и все будет отлично И ничего даже не поведет основу Так вот это все выглядит Мне нравится располагать акценты Причем нравится это делать и на самих фотографиях Вот такую вот звезду я приклеила И также люблю составлять небольшие композиции Но, так как у меня расстояние между моими страничками достаточно маленькое Я люблю все плоское Видите, штампики Только штампики, но уже такой законченный вид Это из отеля Такая подставка под стакан Тут я решила оставить вот так вот все Мне показалось, что что-то еще тут будет совсем лишним Эмбоссинг на кальке Вот это моя любимая карточка Цветочки Кстати, вот это вот эти вот цветочки Кстати, у меня есть мастер-класс по этому альбому Там целый курс, очень много подробных видео и объяснений И его можно купить, пройдя по ссылке под этим видео Лама-лама, классная Там я учла все свои недочеты И мы делаем другой альбом, но с очень похожей конструкцией В этом альбоме у меня достаточно маленький корешок получился Его немножко распирает В том альбоме, который я делаю на мастер-классе Корешок уже побольше, причем так значительно больше И поэтому он будет уже смотреться лучше, чем этот мой альбом Но мне все равно нравится и вот этот мой малыш Вот о чем я говорю Тут ширины корешка не хватает Конечно, можно немножечко так вот сдавить Но все равно это лучше не делать Чтобы там ничего не помялось Что ж, надеюсь, это видео было вам интересно Желаю вам много-много вдохновения Желаю вам создавать такие вот альбомы И хранить свои воспоминания яркие, интересные, добрые Чтобы потом приятно было перелистать вот такой вот альбом И все вспомнить На этом я заканчиваю свое видео И пока-пока! До скорых встреч!